Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему особенностей анестезии у пациентов при абдоминальных операциях с гипертрамической химиоперфузией в большой полости. Работа выполнена на базе отделения реанимации интенсивной терапии анестезиологии научно-исследовательского центра онкологии имени Петрова. Гипертрамическая химиоперфузия в большой полости – вариант региональной химиоперфузии, когда противоопухолевые препараты вводятся не системно, а подводятся непосредственно к месту локализации опухоли. Как правило, предшествует данной процедуре хирургическое вмешательство в объеме сложных агрессивных мультивесцеральных резекций. Такое сочетанное воздействие химиотерапии и гипертрамия получило признание как эффективный метод, способствующий предотвращению диссеминации опухоли по брюшине. Как пятилетняя выживаемость, так и продолжительность жизни у пациентов данных в сравнении с стандартной терапией, а именно системной химиотерапией и палеотивной хирургией выше при различных патологиях. На данной схеме симметрически представлено, как проводится данная процедура. Мы видим, что через специальный аппарат, предварительно установленный в брюшную полость пациента дренажи, подается подогретый раствор цитостатика и, мониторируя постоянно температуру и давление подачи и оттока цитостатика, можно провести максимально эффективную процедуру. В 2020 году в нашем центре было прооперировано 19 пациентов, подавляющее большинство женщин, средний возраст 49 лет, и основная патология – это был рак яичников, рак желудка и рак ободочной кишки. Методика анестезии у всех пациентов была сочетанная, общая и эпидуральная. Эпидуральный, который устанавливался на уровне Т6-Т7, индукция стандартная, хочу отдельно отметить, что поддержание анестезии происходило по помощью пропофола, так как он имеет у пациентов после операции возникновение послеоперационной рвоты гораздо реже, чем у пациентов, которые проводили на ингаляционных анестетиках. Всем производится катеризация центральной вены и производится инвазивный мониторинг гемодинамики. Краткое утечение операционного периода, средняя продолжительность операции – 5,5 часов, максимум до 10 часов. Химиоперфузия проводилась без исключения всем пациентам. Температура подаваемого раствора с атостатиком – 44 градуса Цельсия. В среднем кровопотеря составляла 500 мл, максимум до 2 литров. Диурез – около 500 мл за сутки, за время операции, за сутки – более 2 литров. Гемотрансфузия проводилась всем пациентам без исключения. И отдельно хочу остановиться, что объем инфузионной терапии интероперационно около 5,5 литров, и за первые сутки – более 10 литров. Среднее количество койко-дней у данных пациентов около 15 суток, с максимум до 3 недель. Подробнее по осложнениям хочу остановиться на двустороннем гидропневотороксе. Это возникало потому, как чаще всего данным пациентам проводится резекция диафрагмы, и потом при проведении химиоперфузии бюджетной полости происходит затекание раствора в грудную клетку. Поэтому всем, по исключению пациентам, в раннем послеоперационном периоде мы проводим рентген легких. И теперь подробнее о состных проблемах, с которыми связывается анестезиолог в данных операциях. Их можно разделить на две основные группы. Это связано непосредственно с операцией. В основном это риск гипотермии и потери жидкости и крови. И вторая большая группа, которая связана непосредственно с проведением гипотермической химиоперфузии бюджетной полости. Это два основных фактора. Это непосредственно токсическое действие химиопрепарата и гипотермия. Поподробнее именно на группе, связанной с химиоперфузией бюджетной полости. Во-первых, это нарушение гемодинамики и непосредственно токсическое повреждение почек. Основным фактором, который позволяет бороться с данным осложнением, это поддержание строгой нормовой лимии. Необходимо избегать как гипоперфузии, так и избыточной инфузионной терапии. Это возможно только с применением инвазивного мониторинга гемодинамики, на чем мы остановимся немного позже. Всем без исключения пациентам ведется контроль коагулограммы. И борьба с отдаленными нарушениями, респираторными нарушениями, это ранняя мобилизация пациентов. С целью мониторинга гемодинамики мы используем систему FloatRec. Преимущество ее, во-первых, она соединяется с любым имеющимся артериальным катетером, не требует никаких болюсов или химических индикаторов, и происходит непрерывная оценка показателей гемодинамики с обновлением каждые 20 секунд. Основные параметры, которые мы мониторируем интероперационно, это сердечный выброс, сердечный индекс и индекс системного сосудистого сопротивления. Так это выглядит на экране монитора интероперационно. И, мониторируя данные показатели, можно использовать протокол ограничительной инфузионной терапии, предложенный нашими иностранными коллегами. С этой целью берутся три основных показателя – это сердечный индекс, индекс ударного объема и вариабельность ударного объема. И, используя болюсы коллоидных растворов, а также низкие дозы инотропов, можно сократить объем инфузионной терапии в 1,5-2 раза. В заключение хочется остановиться на основных моментах. С целью снижения послеоперационных осложнений у пациентов, перенесших в цитроредуктивную операцию с гипертерамической химиоперфузией необходимо в первую очередь оптимизировать объем инфузионной терапии, не допускать переохлаждения пациента, не допускать развития коглопатии и стремиться к как можно ранней активизации пациентов. Спасибо за внимание.